Всем доброе утро! Открываемся новому дню! Всем привет! Столько всего интересного осенью! Я уже успела приготовить ароматный чай, сходила на прогулку в лес, а еще сделала невероятную фотосессию. Какие идеи у тебя, Руслан? Я думаю, ты поделишься с нашими телезрителями? Конечно, поделюсь, и идей у меня много. Осенью я люблю играть в настольные игры, готовить какие-то осенние блюда шарлотка, например, одно из моих самых любимых. А еще больше об осенних рецептах мы узнаем в нашем следующем сюжете. Подготовка к зимнему сезону в СНТ 40 лет октября продолжается. Недавно мы показали, как местные умелицы засаливают огурцы в колодцах. Наша сегодняшняя героиня удивит своим богатым погребом. Он просто ломится от разнообразия вкусных запасов. Владелица лакомого места знает много рецептов. Придумывает также свои собственные, которые пользуются большим успехом. Первое, что я делаю, снимаю кожу со всех помидор. Опускаю в кипяток, снимаю кожицу, складываю в банки. На дно банки я укладываю чеснок, горький перец, несколько горошин, и обязательно малиновый лист. Содержимое банки заливается горячим рассолом. На литр воды приходится полторы ложки соли, три ложки сахара и три ложки уксуса. Затем банки стерилизуют и отправляют в подвал. Но на этом умения Татьяны Леонидовны не заканчиваются. С ее легкой руки созревший урожай превращается в пряные заправки для борща. Может, наша хозяюшка приготовить и сладкий джем из апельсина, лимона и имбиря, который может излечить от любой зимнихвори. А еще делает конфитюр по авторскому рецепту. Это и персики, и мои груши, и яблоки, и цедра апельсина. И все с жилфиксом проварила, и получился такой конфитюр. Любителям быстрой кухни придется по вкусу экспресс-заправка из огурцов, лука и зелени, которую Татьяна Леонидовна закручивает в горячем виде. Для остроты ощущений добавляет горчицу. Такая заготовка подойдет в салат или солянку. Ну а для истинных гурманов у мастерицы есть особенное блюдо – баклажанная закуска в томатном соусе. Петрушка. Сначала их надо хорошо отварить, потом на ночь положить под гнет, чтобы стекла горечь и вода. Потом каждый баклажан фаршируется, делается пассировка, лук, белая морковь, чеснок и травы. Закладывается в банки, заливается томатным соком и стерилизуется. Королева закруток уверена, приготовление любого блюда – это творческий процесс. В него нужно вкладывать душу. Тогда любая зимняя закрутка может стать кулинарным открытием. Например, как корейская закуска, которую Татьяна Леонидовна приготовила на наших глазах. Вот из чего состоит вот эта помидорная закуска. Помидоры, перец сладкий, красный, горький перец, чеснок, зелень. Сюда входит кинза, петрушка и базилик зелёный. Сейчас начнём делать нашу закуску. Складываем помидоры. Помидоры режем на четыре части, лучше всего подойдут сливовидные. Укладываем их в банку слоями, чередуя помидоры с зеленью. Потом готовим заправку. Сладкий и горький перец вместе с головкой чеснока перекручиваем в блендере. Добавляем соль, сахар по вкусу, подсолнечное масло и уксус. Полученным соусом заправляем помидоры. Корейскую закуску можно есть уже на следующий день. Но для того, чтобы верхний слой хорошенько промариновался, банку ставят в холодильник, в буквальном смысле вверх дном. Я решила нарушить эти правила и отведать закуску сразу же. Кстати, Татьяна Леонидовна делится своими рецептами в кулинарных интернет-чатах и получают массу восторженных отзывов. Это совершенно заслуженно, ведь кулинарного таланта ей не занимать. И еще, кстати, сейчас самый сезон тыквы. Ведь приготовить из нее можно самые невероятные блюда. От крем-супов до пирогов. Главное – вдохновиться как следует. А вдохновиться вам поможет наш телеграм-канал. Для этого наведите камеру вашего телефона на QR-код, который вы видите на экране. И узнавайте много интересного. А что же любят готовить наши жители? Сейчас узнаем рубрика «Про опрос». Всем привет! Это рубрика «Про опрос». И сегодня мы узнаем, что люди любят готовить осенью. Очень люблю рыбу. Я сейчас купила рыбу в магазине. А еще я очень вкусно готовлю баклажаны. Ну, с луком, с помидорами. И еще кабачки, оладьи кабачковые. Я вообще-то готовлю, как вам сказать, чхамбили. Это картошка, это, значит, курица, помидор один. Можно баклажан половиночкой, если деньги не хватает. Морковочку и лучок много можно положить. А наверху уже сливочное масло. На медленном огне, она там варится в медленном огне, ну, около 40-50 минут. Очень вкусно получается, очень полезно. Она не жареная, она тушеная. Голубцы, да, еще что. Ну, холодец все время любим зимой, осенью тоже. Так, еще что? Лечу. Баклажаны, кабачки. С огорода? Нет, с огорода у меня нет огорода. Это готовится, это обжариваются баклажаны, перец, помидоры. Все в отдельности. Макароны, ой, господи, морковь, лук. И все вместе тушится. Вот такие вот блюда готовят осенью. С вами был Данил Зимин. До новых встреч! Какое же сегодня насыщенное утро получается. У нас, надеюсь, уже все успели приготовить завтрак и вкусно покушать. Кстати, сегодня отмечается День яблока. И я думаю, Катя, нам с тобой надо обязательно приготовить шарлотку и порадовать наших коллег в конце дня. Я только с радостью, Руслан. А еще сегодня отмечается Всемирный день студента. Вспомним наши студенческие годы, ведь это было так прекрасно. Например, музыкальные вечера, лекции и творческие встречи. Так хочется вновь окунуться в это замечательное время. Здорово! Я вот помню, мы с ребятами брали все свои инструменты, гитары и садились после лекции и играли, вспоминали это прекрасное время. Давайте сейчас посмотрим наш сюжет и узнаем об этом подробнее. Пятничный вечер с хорошей музыкой. Что может быть лучше? На традиционном квартирнике в библиотеке номер один прозвучали современные песни в исполнении Ливана Пхаладзе и Валерии Делба. Эстрадное искусство ребята постигают в Институте культуры. За три года я уже успел спеть в Институте культуры с такими звездами, как Алексей Чумаков, Сусопа Валиашвили. Это все благодаря Ларисе Александровне. Она организовывает концерты постоянные на разных площадках Москвы, также рок-фестивали. Конечно, отличается. Мне нравится очень это, потому что я сам очень люблю такую атмосферу. Это очень уютно, да. Молодые музыканты родом из солнечной Абхазии. Петь начали еще в детстве. Поступив в Институт, попали в руки к настоящему профессионалу – Ларисе Долиной. Своё исполнительское мастерство оттачивают на разных площадках. Даже в таком камерном исполнении, то есть все равно волнение какое-то оно присутствует, и это считается нормальным. Но все равно очень уютно, очень понравилось, и хочется почаще такие вечера. Публика очень хорошая, и привет, Леонидович, теплая. Задавали вопросы, подпевали и от души благодарили. Новый сезон музыкальных квартирников объявлен открытым. Проект начал функционировать у нас с прошлого года, с октября. И каждую неделю я приглашала разных гостей, разных артистов, разные стили музыки у нас уже были, и шансон, и эстрада, и рок, и джаз, джаз-рок, и даже этномузыка. Пятничные музыкальные вечера в библиотеке номер один будут проходить регулярно. Насладиться хорошей музыкой могут все желающие. А у нас сегодня в гостях ученики Одинцовского центра эстетического воспитания. Ярослав и Артемий Нетолевы. Доброе утро, ребята. Привет. Доброе утро. Так, а кто из вас кто? Я Ярик. Я Артемий. Ребята, привет. Расскажите, пожалуйста, почему выбрали именно классическую гитару? Ну, когда нам было 4 года, мы с родителями отдыхали в Испании. И когда у нас была прогулка, то мы услышали, как играют на улице гитаристы. И нас настолько заворожила эта музыка, что мы с тех пор ужасно хотели играть на гитарах. Ничего себе. И играйте уже сколько? Ну, третий год. Третий год. Три года – это большой. Да. Очень большой опыт, мне кажется, уже. Ребята, расскажите, как проходит ваше обучение в центре? Ну, мы приходим на занятия и начинаем играть произведения для разминки пальцев. Потом начинаем играть свои произведения. Бывает, Андрей Иванович нам помогает и играет аккомпанемент. Получается очень красиво. А еще бывают такие моменты, когда он разрешает нам попробовать на электрогитарах играть, и это очень круто получается. А произведения какие-то свои вы приносите? Нет, в обычном по нотам учим, а иногда просто Андрей Иванович это наш преподаватель показывает нам. Получается очень красиво. А в будущем вы хотели бы попробовать уже другие гитары или классическая, прям вообще вам очень нравится? Ну, я всегда мечтала на электрогитаре играть. Мне нравится такая гитара, ну, она очень удобная. Ребята, а вы покоряли уже сцену? Может быть, у вас есть какие-то лучшие выступления, которые самые прям запоминающиеся были? Ну, мы выступали в школе на разных праздниках, иногда у нас были разные праздники в ОЦЭВе, когда мы играли отчетные концерты. Иногда мы просто дома устраивали много разных концертов, и мне больше нравится, когда мы дома устраиваем для родителей или гостей праздники. А еще у нас было несколько конкурсов, например, мы были в Серебряном Олене, там мы заняли третье место. Ничего себе, это здорово. Ребята, расскажите, насколько вообще страшно было первый раз выходить на большую сцену, помните эти ощущения? Мне было ужасно страшно. Было очень страшно, то, что люди не так поймут. Было очень страшно играть первый раз. Я подумала, что на меня смотрят просто весь мир. Ну, наверное, потом, за то ощущение, после того, как сыграли... Ну, да, было приятное ощущение. После этого ты прям понимаешь, как будто ты просто звезда. Артемия, ты хочешь вот играть еще на электрогитаре. Как ты думаешь, в современном мире надо вообще проходить какое-то обучение, или можно вообще быть самоучкой и научиться всему сам? Ну, я думаю, можно играть, можно самоучкой быть, а можно и потренироваться учителей. Ну, а вы, я так понимаю, вы учите ноты, то есть вы умеете играть по нотам? Ну, иногда нут, да, такое бывает. Нам Андрей Иванович, наш преподаватель, дает ноты, и по нотам разучиваем разные произведения. Такое иногда бывает. Ну, то есть это не так, как, например, я помню, что мы раньше там собирались во дворе, и вот там четыре аккорда, и один гитарист, и все играют поют. Ну, вообще, гитаристы, это не просто четыре аккорда пробриничать, это так не работает. Нужно долго учиться, тренироваться, это все намного сложнее, чем вы думаете. Мы умеем такие аккорды играть. Да. Ну, может быть, тогда покажете нашим телезрителям и сыграете какую-то композицию? Давайте. А что сыграете? «Московские окна». Отлично, просим. «Московские окна» «Московские окна» Ребята, очень интересно, какие у вас планы на будущее. Наверное, точно хотите связать свою жизнь с музыкой. Ну, я всю жизнь хочу стать гитаристом. Я с детства мечтаю стать доктором, но я не хочу бросать гитару, поэтому, скорее всего, сделаю это своим хобби. Отлично. А может быть, расскажете, прям, как вы себя представляете на сцене? Может быть, есть какая-то уже такая мечта, которую хотите, чтобы она воплотилась скорее? Ну, я представляю себя, как какой-то очень популярный музыкант, который играет в сложные произведения, например, «Погонения» или еще какие-нибудь сложные. Ну, я просто представляю, как я дома играю. Ничего себе, настолько разное направление. Ребята, расскажите про жанры музыкальные. Что вам нравится? Играйте вообще. Какую музыку вы сами любите слушать? Ну, мы большие фанаты Майкла Джексона. И еще у нас... Мы любим музыку, которую играет наш преподаватель. А еще мы очень любим классическую музыку. Например, Моцарт, Бивальди и так далее. Ну, то есть это вообще замечательно, когда любят классику. А теперь наша любимая рубрика «Блиц. Опрос». Что вас больше всего вдохновляет? Ну, меня вдохновляет мама. Она всегда помогала нам. И именно она помогла нам начать эти азы. И именно из-за этого мы стали играть. Успех для вас это? Я не могу пока точно сказать, что для меня значит успех. Но для меня это любовь зрителей и уважение. А для тебя? Ну, можно сказать точно так же. А что бы вы хотели пожелать всем телезрителям? Или, может быть, кто хочет связать свою жизнь с музыкой? Вот ваши личные советы. Ну, я бы пожелал тем, кто хочет стать гитаристами или тому подобное, чтобы они не замыкались и продолжали тренироваться или шли к своей мечте. Это здорово. Самое главное – не останавливаться. Потому что, на самом деле, гитара – это же очень сложный инструмент. И бывает порой, что ты очень много времени вкладываешь, а появляются какие-то сложности, например. И вообще музыканты – это люди, которые очень-очень упорно трудятся много. То есть вы, ребята, большие молодцы. И огромное спасибо вам, что вы пришли к нам сегодня утром, что рассказали свою историю. И, возможно, кому-то она заинтересует. Ну, заинтересует, я уверен, многих. Но кого-то, может быть, заинтересует именно гитара. И ребята, которые нас сейчас смотрят, начнут заниматься. И, может быть, появятся конкуренты у вас в будущем. Ну, не знаю, не знаю. Желаем, чтобы все ваши мечты сбывались. Спасибо. А с вами мы увидимся через несколько секунд. Всем доброе утро. Дорогие телезрители, с вами Анжела Серошко. И сегодня мы продолжаем говорить о здоровье. И, конечно же, неотъемлемую часть у нас составляет наш рацион. Рацион питания. И я сегодня снова расскажу вам про смузи. Будет очень интересный рецепт для девушек. Смузи называется «Стройность». Вы знаете о том, что полезны специи. Вы знаете о том, что полезны разные семена, орехи. Но многие боятся их употреблять в рационе питания, потому что думают, что там большое количество жира. Вы знаете, когда мы употребляем их сбалансированно вместе со смузи, с правильными специями, с правильными ингредиентами, и это с утра, то это, наоборот, стимулирует огонь пищеварения, запускает метаболизм и несет только пользу. И сейчас я поделюсь с вами рецептом, который достаточно прост. Ингредиенты находятся на полке любого супермаркета. Вот, значит, я приступаю. Обязательно мы помним о том, что нам нужно в смузи добавить воды, для того, чтобы он усвоился и сбалансировал весь состав. Я беру сейчас чашу блендера, да, и, как обычно, закладываю наши ингредиенты. Ингредиенты у нас следующие. Вы скажете, почему «Стройность»? Потому что мы добавим туда куркуму и семена льна. Я беру банан. Банан может быть любым. Можно и маленькие. По спелости вы тоже смотрите сами. А вот банан добавляем в чашу блендера. У вас может быть любой блендер. Это можно сделать и погружный. Не нужно переживать, если нет такого блендера, как у меня. Поэтому взяли свой блендер, который у вас есть, и закладываем ингредиенты. Далее после банана у нас идет сельдерей, стебель заранее промытый, очищенный. Вот так вот. Теперь у нас пойдет туда семена льна, немного овсянки. Овсянку не варить, она в сыром виде. Буквально столовую ложку. Один маленький банан, два стебля сельдерея, столовая ложка овсянки и столовая ложка семян льна. Вот так они выглядят. Обязательно куркума. Я про нее говорила ранее, о том, что она нам нужна. У нас будет сейчас красивый цвет. Куркумы примерно на кончике столовую ложку. Либо можно взять чайную, и чайную без горки. Еще у нас будет груша. Груша. Грушу можно конференц, либо вот такую вот сейчас, такие груши сезонные. Добавляем грушу в смузи, примерно половину. У нас получается вот такая красота. Так. И, как я говорила, мы обязательно балансируем это все водой. Я сейчас закрываю чашу и буду блендерить. У нас получился желтый красивый смузи. Полезный, который называется стройность. У меня есть красивый бокал. подавать с семенами льна. Можно чия или кунжутом. Всем приятного аппетита! Наш завтрак готов! Отличного дня! С вами была Анжела Серошка. Поменять прическу или обновить гардероб. Что же мне придумать и как обновить свой образ осенью? Кать, а мы со зрителями посмотрим советы от нашего эксперта в рубрике про бьюти. И не будем ломать над этим голову. Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова. И вы смотрите про бьюти. Наша сегодняшняя тема прически для круглого лица. Если вы являетесь обладательницей данного типа лица, то вам идеально подойдут многоуровневые и многослойные стрижки, которые подчеркнут все ваши достоинства. Обязательно при укладке используйте фен и текстурирующие средства. А сейчас мнение бьюти-эксперта стилиста по волосам Романа Цепоти. Сюша, привет! Доброе утро, дорогие телезрители! С удовольствием дам комментарий по сегодняшней теме. Учитывая пропорции лица, нужно всегда избегать горизонтальных линий, делать текстурные стрижки, текстурные объемные укладки и диагональные челки. С вами был я, Роман Цокоти, эксперт по красоте и здоровью волос. Желаю вам легендарного крутого дня! Спасибо, Роман! На сегодня это все. Вы смотрели про бьюти Ксюши Антоновой. Желаю вам приятного дня! Если вы активно хотите провести день, то начинать надо с самого утра. Например, пойти на пробежку. Это точно! Про спорт никогда нельзя забывать, даже когда на улице холодно или идет дождь. Смотрим подробнее в нашей рубрике Про спорт. Здравствуйте, зрители! Сегодня мы качаем спину. Вот наш тренажер для спины. Показываю, как это все дело делается. Спина в нашей жизни обязательно нужна. Не будет спины, то есть здоровья тоже не будет. Заходим. Пока делаем все без веса. Обязательно руки одинаковый уровень. Можно немножко так, но чтобы наравне было. И начинаем качать. Работает очень хорошо спина. Несколько повторений сделали. Разогрелись. Потом прибавляем немножко вес. Также здесь работают приводящие мышцы бицепс и трицепс. А сейчас мы разберем второй тренажер для спины. То же самое. Руки выставляем на уровне, чтобы руки были ровные. Начинаем делать. Вешаем себе небольшой вес и пробуем. Разогреваемся. Раз. На выдохе. Два. Три. Также здесь работает бицепс. Помимо спины. Четыре. Пять. Шесть. Сделали. И потом уже потихонечку начинаем прибавлять веса. Небольшие. Спина. Наши все. Дорогие зрители, занимайтесь спортом. Обязательно. Творчество отлично помогает справиться с осенней хандрой. Ведь самое главное настроиться на позитив и может быть даже связать какой-нибудь шарфик. А я думаю, ты знаешь, что в такую погоду обязательно должна быть какая-то муза. И у нас для вас есть отличная муза. Это наша рукодельница Полина Бахова. Рубрика про творчество. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Полина и мы вновь в творческой мастерской. И сегодня мы будем делать рамочку для фотографий. У каждого в доме наверняка хранится много фотографий. Хотя сегодня большая часть их в электронных носителях, но старые фотографии хранят все. И рамочки обычные, которые вешаются на стену, часто надоедают. Фотографию хочется менять. Поэтому мы сегодня будем делать универсальную рамочку, потому что фотографии в ней можно переставлять хоть каждый день. И она может хранить сразу по несколько фотографий. Для этого нам нужен картон. Я заготовила вот такой вот шаблон в виде круга. Это будет основа нашей рамочки. Можно сделать ее большего размера. можно сделать в середине отверстие. Это уже как ваша фантазия сработает. Я возьму обычный круг картона. Я не стала его закрашивать, хотя можно его разукрасить. Этот круг можно украсить различными камнями, например, или ракушками, если фотографии будут на тему моря, будет очень гармонично смотреться. Но я решила попробовать оформить нашу рамочку нитками. Для этого мы берем подходящий цвет ниток и наш круг нужно разделить на радиусы. Это нужно для того, чтобы равномерно распределить прищепки. Открою секрет, что в нашей рамочке будут использоваться прищепки, которые будут держать фотографии. Для этого мы через центр прокладываем диаметр и делаем такие вот засечки. Можно на глаз, можно отмерять. Затем нужно их надрезать совсем чуть-чуть. и наверное я их добавлю, потому что пусть они будут побольше. Здесь уже можно в принципе на глаз посредине делим наш круг на равные части. Засечки должны быть совсем небольшие. Они будут держать нитки, которыми мы украсим нашу рамку и по ним мы будем распределять равномерно прищепки. Так. Теперь берем нужные нам нити. Можно использовать джут, тогда рамочка будет вот такая вот фактурная. Какие-то зеленые джут, можно использовать яркие нитки. И я взяла вот такой мятный цвет, потому что мои открыточки, которыми я хочу потом украсить рамку подобного мятного цвета. И мы хаотично наматываем на наш круг нити. Они хорошо очень зацепляются в нашей надсечке и держатся. Закрепляем кончик с изнаночной стороны, придерживаем его, и потом ниточки будут его держать. Все, вот он спрятался, кончик. И мы продолжаем распределять наши нити, заполняя пространство. Кстати, это пространство мы потом тоже используем. Можно нарисовать в центре какой-то рисунок, можно написать какую-то жизнеутверждающую надпись, которая тоже будет радовать, например, каждый день, вдохновлять. Какой-нибудь девиз вашей семьи придумать, либо что-то, фразу, которая дорога вашей семье, на которой будут фотографии. Итак, мы заполнили пространство. В принципе, можно еще дополнять, но для украшения нам хватит. И для того, чтобы показать основную функцию этих нитей, потому что это не только для красоты. Так, пока нам понадобится клей-пистолет, мы его подготовили, включили, чтобы он нагрелся, потому что скоро мы будем его использовать. Так, ненужную ниточку мы закрепляем с изнаночной стороны, либо завязываем узелочком. Чтобы не распуталась. Итак, вот основа для нашей фоторамочки готова. Я взяла основу специально маленькую, чтобы нам долго не учиться ее делать, но очень красиво, когда они большие. Можно взять основу из дерева сделать, заказать. Тоже будет очень красиво. И для фоторамки нам нужны прищепки. Можно брать совершенно разного вида прищепки. Обычные белевые в магазине из пластмассы. Тогда будет она выглядеть разноцветно. Я очень люблю использовать деревянные прищепки, которые можно покрасить красками в нужный цвет, либо как-то оформить еще. Вот у меня есть вот такие прищепочки. Или можно использовать прищепки декоративные, которые также продаются в магазинах для декора. Они вот такие маленькие, с каким-нибудь украшением. И я думаю, что сегодня мы именно их используем. Прищепочки нужно равномерно распределить по кругу и приклеить. Так, приклеиваем их нужной стороной, чтобы она могла открываться. Так. Количество их тоже используем, то, которое нам нужно. Но тут же нужно подумать о том, чтобы фотографии не перекрывали друг друга. Поэтому слишком часто прищепки лучше не приклеивать. Итак, распределяем сначала в противоположных сторонах, чтобы они ровно у нас все были. Наносим нужное количество клея, потом в другой. Такие рамки можно делать с детьми на различные праздники дарить, потому что подарки, сделанные своими руками, сейчас очень актуальны, модны и ценны. И теперь в промежутках мы тоже прикрепляем наши прищепочки. и последний намаз А еще я видела такие рамки, которые сделаны из материала, на котором можно писать мелом. И тогда надпись в середине тоже можно менять. Видимо, под разный тип фотографий можно что-то интересное записывать, либо просто оставлять заметки. Ну вот, наша креативная рамка готова. Осталось попробовать ее в деле. Распределить фотографии. У меня открытки. И скорее всего еще хотелось бы сделать ей петельку, чтобы можно было вешать ее на стену и было за что держать, поэтому можно прямо из-за этой же самой нити зацепить. Или можно взять ленту, будет даже еще оригинальную красивую ленту взять. фантазирую с вами на ходу. За ниточки ее зацепить. И можно сделать красивый бантик. Оставить в петлю. Все. Наша рамочка может украшать комнату, стену. и напоминать о самых интересных, ярких и дорогих сердцу событиях. А еще в серединку, где у нас переплетение из нити, мы также можем ставить что-то, какую-то карточку. У нас в данном случае просто она большая не вылазит, или рамочка маловатая, но ниточки тоже могут держать фотографию, либо записочку, напоминалку, либо и что-то еще очень ценное и дорогое для вас. Ну, а мы прощаемся с вами. Увидимся в следующих передачах на ОТВ. У меня на окне стоят яркие и веселые цветы. И, кстати, я недавно вырастила авокадо. Он такой здоровенный оказался. Ничего себе, Кать, надеюсь, когда-нибудь ты принесешь плоды этого замечательного растения к нам в студии, мы обязательно их попробуем. А чтобы узнать больше о цветах, вы можете посмотреть нашу следующую рубрику про цветы. Доброе утро! С вами Елена Золотарева и сегодня поговорим об уходе с букетом домашних условий. Обязательно его распакуйте, снимите упаковку, прежде чем поставить его в воду. Таким образом букет у вас не задохнется. Всегда срезаем узел срезки на самой упаковке. их достаточно много, так как флорист всегда старается, чтобы упаковка держалась крепко и цветы никогда не повредились. Упаковка для букета нужна в основном для красоты и для транспортировки, но дома вам эта упаковка совершенно ни к чему. Если вы хотите, чтобы букет стоял дольше, всегда снимайте ее. не развязывайте узел связки букета, так как флорист вам создавал композицию. Если вы его развяжете, то получится сборная солянка. Всегда подрежьте букет под 45 градусов. Налейте больше половины холодной воды. Если вы увидите какие-то листочки, обязательно оборвите, чтобы они не попали в воду. Обязательно добавьте сюда хлорочки либо доместоса для того, чтобы цветы стояли дольше. Обязательно меняйте воду каждый день и обязательно делайте срез. Никогда не ставьте цветы на прямые солнечные лучи. Никогда не ставьте цветы возле батареи. Никогда не ставьте цветы под кондиционером или на сквозняке. Тогда вы сохраните цветы всегда свежими и будете очень долго наслаждаться ими. С вами была цветочная фея Елена Золотарева. Пока-пока. Утро такое бодрое, позитивное и невероятно теплое получается с вами, дорогие телезрители. А все только начинается и впереди мы узнаем, что же нам говорят звезды. В эфире гороскоп. Овны, велика вероятность того, что у вас есть тайный поклонник. Оглянитесь по сторонам, может быть, это ваш хороший знакомый. Если вам кажется, что положение или возраст избранника могут стать препятствием на пути любви, прекратите сомневаться в своих силах. Тельцы. Если вам кажется, что усилия в отношениях с вашей второй половиной предпринимаете только вы, может статься, что так оно и есть. Попробуйте сделать шаг назад и посмотреть, будут ли добиваться уже вас. Если нет, а стоит ли такой человек ваших стараний? И давно пора сменить настрой, с которым вы начинаете этот день. Близнецы, присмотритесь к своему окружению, особенно к избранникам. Быть может, они ведут себя странно, и да, этому есть причина. А какая она еще предстоит выяснить? Если у вас хорошее настроение, осторожнее, ведь кто-то может использовать это себе на пользу, когда вы слишком расслабитесь. Раки. Вас ждет просто замечательный день, но все могут испортить досужие сплетни. Помните, что молчание золото. Уделите должное внимание своим финансам. Львы, удача сегодня на вашей стороне. Если рядом есть кто-то, кому вы давно симпатизируете, стоит в этом признаться. У вас есть все шансы на взаимность. Девы, стоит присмотреться к возлюбленным. Быть может, это все ерунда, но есть шанс, что вас обманывают. Тем из вас, кому не хватает уверенности в себе, самое время ее тренировать. Весы. Сегодняшний день идеален для дружеских встреч и приятной беседы. В работе стоит стать гибче, не реагировать остро на некомпетентность других сотрудников, сосредоточиться на собственных успехах. Скорпионы. Чужие отношения кажутся более открытыми, гармоничными или страстными, не стоит завидовать, со стороны всегда все видят иначе. У каждой пары своя динамика. Если вы счастливы и любимы, чего еще желать? И в остальном стоит добавить чуточку терпения к своему обычному поведению. Стрельцы. Если вы еще одиноки, возможно, наступил ваш момент. Звезды говорят, что ваша привлекательность для противоположного пола растет, так что можно смело рассчитывать на свидание или интересное знакомство. Козероги. Неделя будет нестабильной во всех отношениях, но терпение, улыбка и готовность помочь окружающим принесут свои плоды. Скоро вы заметите ответные действия со стороны людей, коллег, друзей и даже потенциальных возлюбленных. Водолею. Вы внезапно стали заметно привлекательнее в глазах окружающих. Есть вероятность, что кто-то посмотрит на вас по-новому, а может, старая дружба перерастет во что-то большее. На работе вот-вот сменится обстановка, вам станет проще и комфортнее работать, а ваши идеи будут услышаны. Рыбы. Не откладывайте в долгий ящик неприятные рабочие обязанности, а вот в любви, даже если проблемы, существуют пути решения. Нужно дать второй половинке второй шанс и самим постараться доказать, что ваша пара стоит того, чтобы оставаться вместе. Знаете, почему это утро замечательное? Потому что мы встретили его вместе с вами. Всем отличного дня и до новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok